добрый день дорогие друзья с вами снова мария карпинская новое планетарное телевидение знаете тема сегодняшняя которую я хочу обязательно обозначить ну то что люди и слова не слышат порой они как будто в ушах беруши и что-то слышат свою каждый и но самое главное слова не слышит ладно не слышит слова правды и очень любят слова лжи а не это главное главное другое сколько не писал иисус как об стенку горох что очень четко сказано не по словам а по делам вы можете узнать о тех людях которые наши люди так скажем как узнать людей не по словам а по делам и и вот все равно начиная с там с того времени как был иисус до сегодняшнего дня все ориентируются на слова они на дела теперь я там вот одна девушка цитирует очень много апостола павла который является собственно основателем католической церкви для сначала константинополя потом время или не давайте так все его слова настолько прекрасный и они несут в себе вот возможно истины и мудрость несут но его ли это слова и почему православная церковь старается как-то меньше цитировать апостола павла а больше вот опираться на других апостолов почему вот это сейчас мы будем дела узнавать а а дела это автобиография любого человека вот мы сейчас начнем узнавать дела вот я сейчас что вы просто поняли кто читал я не помню девушку которая писала там все время пишет эти вирши цитирует апостола павла вопрос который я все время задаю апостол ли павла это говорил или это слова может быть какие-то другие может сейчас вот сами вы разберетесь теперь пойдемте по делам и так дела дела апостола павла как его звали до того как он стал апостолом павлом давайте вспомним его звали сам кто он чей он гражданин иудейский или другой римский но кто не не знает пожалуйста идите интересуйтесь и так сам римский гражданин кем он работал профессии вот это же очень важно все профессии а работал он ну по нашему давайте назовем как бы так вот таким руководителям определенного отделения слежки а значит кгб по нашим или фсбк или гб массат как угодно назовите и так он был руководителем да еще хочу отметить люди не меняются значит если он работал в таком отделении то он обладал очень хитроумным умом и естественно у него были разные задания которые он выполнял и вы знаете что до того как он стал апостолом павлом ни вставу не всего друг а с того и сего я вам расскажу почему он убивал ловил вылавливал всех христиан всех учеников там иисуса христа и что он с ними делал вспомнить он их казнил а все они особенно грамотные что они делали когда сидели там неважно в каком ряду пятом-десятом у иисуса что они делали они делали записи того что говорил иисус правильно или неправильно давайте думать это вот дела конечно они записывали на свитки и эти свитки они носили что с собой когда они попадали поле зрения савла то есть он их арестовывал и казнил что он забирал у них свитки то есть все как и сегодня ничего же не меняется он отбирал у них свитки их учения которые говорил иисус слова иисуса да и он у себя это накапливал он читал это он это знал уже знал ну вот я уже думаю те кто умные у кого в ушах не беруши они уже начинают понимать что к чему и сейчас мы идем последовательно дальше мы идем по словам иисуса по делам их узнаете о них еще раз людей меняет только могила люди могут но люди могут притворяться и притворяться и притворяться они могут по черному на на многие многие годы я приводила вам примеры множество примеров притворства так вот идем дальше что же делал он дальше ну представьте себе что работает этот отдел какой-то один из отделов вот разведки это или как это называется разведки в риме он делает доклады куда высшее начальство рима рим терпит в это время крах уже своей идеи ну в риме короче кризис в риме полный хрень рим в кризисе все граждане разочарованы не на штаб операции и вдруг приходит мысль кто-то пишет заявление я уже прямо кстати вот так вот на наш язык перевожу что что ребята вот смотрите есть такой товарищ в иудее проповедует иисус давайте мы из него сделаем религию как это будет здорово и эту религию мы приспособим для того чтобы поднять рим сделать снова сильным потому что вывести из кризиса народ народ в кризисе ну вы же вот вот представьте как все похоже положите на сегодняшний день туда разницы нет и тогда что тот высшее начальство которое тоже заведует там этой охранкой или этим отделами начальник какой-то какой-то поручает этому савлу который поубивал кучу крестьян уже убийство совершил да кучу убийств сколько он там убил что савлу ты же знаешь все все что иисус говорил давайте придумаем схему как нам внедриться а в это время в иудее уже была создана некая община все уже было создано и в это время уже по-моему если я не ошибаюсь да иисуса христа распяли то есть иисус христа распяли свои же да то есть он там воскрес и ну уже не будем там говорить а в это время мария магдалена как известно сделана вот там мощную общину в этой общине входили так как она была богатой женщиной все богатые люди иудеи все кто потому что она ну она из очень такой богатой семьи она же спонсировала всех апостолов вот этих отпустила всех рыбаков которые были назовем ее рабами она их сделала свободными вот и отпустила и сказала чтобы они служили иисусу вот эти главные то апостолы его там рыбаки надо же чуть-чуть головой соображать да чуть-чуть голову включить а не вот эта глухая слепая вера вообще и вера словам словам вообще никогда не верьте иисус сказал тысячу раз буду повторить кажется каждому может по голове надо поскучать что узнать их можно по делам а по делам биография чем человек занимался почему он вдруг оказался в другом положении с другими именем и так значит представляем что сову дают задание и говорят что нужно проникнуть в эту общину желательно ее возглавить ну как вот чтобы создать чего-то надо возглавить ну а ты убивал христиан ну они же не знают конечно так ну они все ну чего они безграмотные рыбаки там все такое одна магдалина могла знать это все и тебе надо туда проникнуть в иудею и возглавить и создать церковь мало того как известно церковь должна чем-то питаться поэтому была введена десятина именно павлом идем дальше идем дальше разработана операция определенная спецоперация апостолом павлом и его окружением там как эта операция разработана все просто он со своими какими-то приспешниками начинает типа пешком хотя я не верю что пешком ну ладно там в какой-то момент он может быть ехал на чем-то а потом это сбросил и так сказать а может и доехал ну какая разница кто же будет из его солдат молча это самое говорит чего-то правду вот и он прибывает в общину Иисусову которую Мария Магдалина возглавляет где находится много уже людей и уже представляется как апостол Павел спецоперация понимаете и говорит о том что он шел по дороге а воины его подтвердят вот и он вдруг ослеп ни с того ни с сего вот шел раз ослеп наверное песчинка в глаз попала и тогда ему явился Иисус Христос уже распятый да вот сказал там чего-то но это уже я не помню что он ему говорил да мне это не интересно это ложь понимаете вот и сказал что вот отныне ты будешь апостолом Павлом ты возглавишь общину я думаю так он сказал ему ну как они разработали в операции и ты будешь вот теперь уже руководить всем и создашь хотя говорил Иисус что Петр будет основанием церкви но и создашь церковь мою понимаете или нет вот я хочу чтобы вы включили сейчас мозги особенно те кто читали все это кто интересовались особенно кто цитирует это давайте так мозги включим немножечко вот и он приходит вот он сказал все это так как там народ вот эти рываки все такое да Андрей там Петр ну в общем наивные дети вот одна конечно Мария Магдалена понимает что к чему и они становятся сразу врагами это я вам просто говорю из собственного какой-то памяти да они становятся врагами и избирают избирают руководителем общины не Марию Магдалена ну она же женщина мол что там а избирают этого Павла он даже был такого невысокого рост точка чуть чуть горбатый коллега к тому же еще то есть вообще такие маленькие коллеги они всегда очень амбициозные и очень властные все общину возглавляет Павел и Мария Магдалена берет тех кто ее понимает там 9 человек по моему вот этого потом они стали ну я пока не буду об этом и ей приходится бежать она убегает во Францию по моему да во Францию то есть она бежит то есть ее дело порушено разрушено потому что ее изгоняют и на ее место становится апостол Павел ну а дальше они все ему верят потому что апостол Павел собирая с учеников то что они записывали за Иисусом Христом естественно обладает вот этим всем арсеналом знаний говори правду добавь туда лжи и будет все вот так и тебе поверят вот и он говорит те слова они не быстро да 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 Иисус это говорил говорил это Иисус тех кого он убил он их свитки позабирал и цитирует да Иисуса Христа как уже самого себя а дальше уже добавил своей лжи вот это вот это ложь что там встретился ему Иисус да я забыла когда ему Иисус встретился он вдруг резко прозрел ну Иисус же творил чудеса значит все тут было подстроено шикарная операция я считаю проведенная все и Павел возглавляет общину а дальше естественно он же римский гражданин значит связь у него с Римом и для него Рим это основной и дальше на базе вот этой общины он основывает римскую потом она стала католической называться да римскую католическую церковь может она сначала в другом месте была я не помню но это уже не важно и так возникает римская католическая церковь так как в Иудее Мария Магдалина собрала довольно богатых людей то он говорит о Десятине и с той поры где бы не образовывалась община Христа Иисуса Десятина идет куда? в Рим Рим богатеет и так возникает Ватикан друзья мои вот так вот это все к чему? что я сейчас рассказала? я просто пытаюсь разжевывать уже потому что люди такое ощущение что люди просто вот глухие слепые и я не знаю как еще назвать я рассказала вам дела вот это о делах конкретные дела сделал вот тот и тот разработали ну кто-то скажет ну а вдруг и правда он ослеп да песок в глаза попал а потом ему явился Иисус и он прозрел скажите мне пожалуйста конечно там разбойник висел на кресте и он сказал ты будешь со мной потому что ты вот сказал какие то там слова пожалел скажите мне пожалуйста если человек всю свою жизнь убивал христиан был убийцей понимаете убийцей забирал их свитки все это изучал слова Иисуса он может стать во главе общины Иисуса убийца но на самом деле так часто и происходит именно это и есть называется хуцпа потому что возглавляют порой как это сказать ну вот Иисус такой революционер он сделал такой переворот сделал такую потрясающую вот как бы изменение сознания пришли другие говорили его словами захватили сделали церковь и все перевернули и вы теперь знаете что такое католическая церковь все вы хорошо это знаете понимаете все просто ну вот проще не бывает это что давайте так прямо как в школе вот знаете я не преподавала в начальных классах я преподавала все таки в институте текстильном техникуме и в ПТУ но даже вот порой я вот так смотрю ПТУшникам я преподавала они понимали а сейчас я вот как бы вам преподаю учу преподаю как бы урок такой да урок того как надо жить и как надо отличать слова человека от его дел вот слова а вот дела так вот чему вы больше верите словам которые он повторял за Иисусом просто повторение выучил и повторял это его слова это апостола Павла слова ну часть слов там или это слова были Иисуса а потом он уже свое ввел это уже понятно начал уже там руководить когда это уже мы не берем это совсем другое пошло всем церквям там трам-парарам использовал просто слова Иисуса и добавлял там то что нужно ему политика вот к чему вы больше верите вот я вам привела его биографию частичную да которая известна и которая которую вот она показывает вам это его дела а вот его слова вот очень многие люди что находились со мной начинали говорить моими словами это их слова или это мои слова которые они повторяют как попугай мои слова проект мир глазами детей был основан в 2000 году это проект название чьё Марии Карпинской сейчас его использует Гусева это она же Лейфер это чьи слова она повторяет мои мои так вот это в мире творится бесконечно и это началось еще год с тех времен и еще до того и вы должны сейчас все как-то переориентироваться вот сейчас все Жириновского считают аж пророком вот потому что вот он говорил такие слова пророческие которые вот правду говорил которая вот сбылась ну во-первых неизвестно что он правду говорил может ему так заряжали его так а с другой стороны если вы рассмотрите его дела за все время его пребывания руководителем партии то никаких дел у него не было но за ним водились всякие грешки и вы это знаете мальчики там и так далее но считают уже его скорых святые могут занести ну что Жириновский святой давайте поставим его портрет и будем на него молиться апостол Павел святой поубивал столько христиан вот у вас у всех у людей убийцы это святые а святые становятся грешными и вот я вчера кстати посмотрела фильм такой ведьма называется да ну там он хоть в конце какая-то такая разрядка что в пионерский лагерь попадает девочка со сверхспособностями и значит там одна девица блондинка такая всем руководит но она симпатичная та девочка ей говорит красота ей дана во испытание она влюбляется в мальчика и короче ее подставляют со всех сторон один раз автобус чуть в пропасть не летит она своей силой автобус откатывает назад все видят что она спасла их и дальше они устраивают ей казнь как видимо да пытаясь ее поджечь завели ее в сарай все собрались привязали за руки пытаются поджечь и загорается все начинает падать крыша и она своей силой удерживает эту крышу они все выскакивают спасаются а она там погибает вот спрашивается что это вот как это вот и думаете они после этого осознают что-нибудь что она их спасла дважды вот я русеву спасала дважды даже жизнь ее спасала ну что она осознала ничего она не осознала до нее даже не дошло то есть она понимает что я спасла ей дважды жизнь вот то же самое эта девочка ясновидящая ведьма да так называемая называется она спасла их дважды жизнь им спасла пожертвовала своей жизнью вы думаете они после этого что-то осознают ничего они не осознают но она погибла потому что она была глубоко верующим человеком а самое главное вот я тут смотрю многие фильмы там ясновидящие наивные вот дается дар божий людям которые не обладают осознанностью которые тоже реагируют на слова ведь слова вызывают эмоции да слова и все реагируют на слова а еще раз вот те для всех верующих во Христа не в апостола Павла а во Христа в Иисуса еще раз процитирую его слова по делам их узнаете о них он не сказал по словам говорить его словами сегодня говорят все но чтобы узнать человека кто он такой нужно знать его дела а если у него не было дел вот как у Гусевой то надо возможность дать проявиться ей вот она сейчас проявилась в полной красе мы сейчас видим все ее дела мы все понимаем кто не хочет это видеть это их трудности кто-то там мне Майя сказала что кто-то написал что то ли я сказала то ли кто о том что вот этот дом в Индии был подарен Гусевой и мне это еще одна ложь потому что в этом доме имеют отхар-карты Майя ну такой где прописано и я и я первый раз приехала в Индию в девяносто четвертом году когда Гусева еще под стол ходила и мой друг Амба Шанкара я его знаю много много лет он ушел уже на тот свет вот и вот перед своим уходом даже без меня по моему он и сделал мне эту отхар-карту чтобы я могла сюда приезжать вот смотрите что происходит те люди которые такое пишут либо они ненамеренно это пишут ну то есть вот они стоят на стороне вот таких жуликов на стороне вот не Иисуса Христа это сатанисты на самом деле по большому счету кто такой апостол Павел давайте почему церковь католическая вдруг стала вот такой странной и там адренохром у них и все что угодно почему она такой стала давайте давайте включайте голову думайте я очень хочу чтобы вот многие пишут такое ощущение что у них в голове беруши вот вы там давали ей высказываться критически теперь она получаете то что получаете я получаю то что я получаю и вы знаете я как это сказать рада что я получаю все от Господа и уроки все вы понимаете вот я занимаюсь тем что я невольно занимаюсь расследованием выращиванием вот человек хочет понять что это за растение он у него сажает семечко ждет когда вырастут плоды и по плодам их опять цитируется узнаете о них по плодам не по цветочкам потому что цветочки у всех могут быть красивые а вот плоды это совсем другое сейчас я вам рассказала плоды вот всего того вот по плодам их да сейчас мы видим плоды апостола Павла это католическая церковь ну многое уже годы идут изменилось кстати эта церковь сожгла на костре Жанна Д'Арк сожгла эта церковь во время средних веков сожгла почем зря всех так называемых прогрессивных людей о которых называли ведьмами сколько на кострах их сгорела инквизиция давайте вот это все вспомним церковь по моему просила прощения я уже не помню католическое за то что она натворила точно не знаю но видите что происходит дорогие друзья вот это называется дела и если вы понимаете что слово это такое моментальное вот сказал слово не воробей вылетело не поймаешь да слово сказал и оно улетело слово это как нечто моментальное а дела они растягиваются в годах понимаете эту разницу вот а человеке допустим вот он родился ты не знаешь какой он там 16 лет 18 20 25 ничего о нем не скажешь да хотя может кто-то себя проявить уже в 16 и подсез в тюрьму а вот когда у человека набирает уже опыт и уже видны следы его труда то это по делам их узнаете они по биографии по делам и то биографии переписывается подписывается я же помню как господи как же это там была такая женщина фараон блин забыла имя ее а так нет ее брат ее брат когда она за два года сделала столько сколько они все за сто лет не сделали когда ее похоронили наверное и убили а он ее стер все с памятника что на ней было написано и написал себя и свои достижения таким вот образом все делается то есть берут люди часто биографию даже чужую на себя напяливают то что человек исчез бесследно берут его биографию и на себя напяливают мир очень сложный в нем очень много всякого всячины всякой всячины и чтобы разгадать какого-то человека ну не зря говорят надо с ним фуд соли съесть да вот и а может с кем-то надо и два фуда съесть чтобы разгадать человека и вот те люди которые живут только словом нельзя жить словом слова это ложь кто-то же сказал я не помню любое изреченное слово становится ложью почему вот я даже говорю какие-то слова я факты говорю я пишу там факты а люди пишут а я вам не верю ну проверь фактам не верят почему потому что кто-то говорит другие слова допустим можно на меня она говорит всякого это слова но для того чтобы понять так это или не так нужно исследовать всю мою биографию проверить все мои дела понять что же я делала это не так сложно у меня все пока есть в интернете выйдите на сайт mptm.ru посмотрите проекты такие сякие прям проекты Марии Карпинской там их не все их 111 сейчас там по-моему 110 или 109 обозначено за мою жизнь проверьте так это или не так все проверили поняли сделали выводы но бывают люди которые ничего не делали допустим как вот апостол Павел но занимались тем что собирали сведения об Иисусе собрали сведения взяли слова на вооружение и явились объявили чудо да явление тех похлопали глазами поверили Иисус сказал чтобы я тут вот возглавил все и отдали все ну да не пришлось бежать понимаете да понимаете какие вещи происходят и это на каждом шагу я хочу сказать что когда я работала в студии в Москве у меня была студия на Автозаводской на Зерковской туда очень много приходило подобных людей вот они там были на связи с кем-то с Иисусом Христом много были и вот они там ну хорошо вещают что-то там вещает вещает и потом значит мне говорит Иисус Христос сказал чтобы ты меня там раскручивала знаете что я делала вот так показывает да ну иди отсюда причем все они обычно скрывали свои биографии как вот сам Павел да апостол Павел и называли себя какими-то другими непонятными мне именами то есть они свою биографию стирали если вытащить на поверку их настоящее имя фамилия родителей посмотреть узнать биографию чем они занимались я думаю что сразу развеется все вот эти вот фальшивые такие представления о людях поэтому весь этот мир сейчас стоит на слове потому что в последних там откровениях Иоанна говорится в начале было слово но никто же не замечает что слово такое в начале то есть в самом начале так и было было слово потому что а дальше и слово было у Бога слово было у Бога значит у других этого слова не было и слово было Бог да конечно но это в начале но сейчас же не начало сейчас извините развитие конец уже и поэтому любое изреченное слово ложь можно перевернуть его можно использовать как угодно можно взять вырезать часть из предложения оставить другую часть так вам как Марк сказал что религия это опиум для народа по моему так сказал Маркс но там была запятая но в которой было написано но это самое сердечное сердце в нашем бессердечном мире так просто все взять отрезать часть то есть можно ли верить словам девушки которым вот такую длинную лапшу особенно богатую вешают парня на уши можно ли верить словам парня или надо проверять его дела у нас вот тут был один приходил с Украины приехал или живет в России но сам Украинец я потом так увидела его флаг вот этот вот черный с красным что ли какой-то там вот он приходил сюда к нам мы не знали кто ну я вам помогу ну не помогу он на ноль а взял он у нас все что можно без стыда без совести понимаете да вот зачем он возит с собой флаг вот этот бендеровский я не знаю для чего для каких целей живет здесь в Индии ну здесь всякие люди живут это понятно надо понимать тоже вот мы же тоже немножечко тут с Майей вляпались да то есть мы пустили его в дом и ну так в гости на чай но мы ему дали выходы он воспользовался этими выходами и теперь он тут он вообще из Дарамсала приехал хорошо живет потому что его приглашают на съемки фильма он зарабатывает теперь он тут подрабатывает то есть он тут кайфует благодаря нам ну что можно сказать вот в очередной раз сглупили с одной стороны с другой стороны ну Бог дал очередной нам урок чтобы что-то понятно мы что надо поняли и так на каждом шагу вот на каждом поэтому конечно сейчас те кто цитирует Павла апостола вот они должны немножко пересмотреть может быть подумать и все таки опираться не на него а опираться на слова Иисуса если уж на то пошло если их тоже не переписали и не исковеркали потому что мы не знаем но надо сердцем чувствовать что правильно что неправильно но опять же это слова Иисуса вот проверять любого человека который вам цитирует Иисуса нужно по делам биография основная автор биография как человек прожил свою жизнь еще раз русско-народная пословица гласит горбатых могилы исправляет чтобы убийца людей это уже смертный грех вдруг стал апостолом и возглавил вот это все общину после Христа вы же понимаете что это полный крынец так что друзья мои вы надеюсь усвоили вот эти уроки еще раз просто подведу итоги и скажу вам слова опять Иисуса цитирую уже в 25 раз как спрашивают апостолы наивные как нам узнать тех кто действительно является единомышленниками перевожу нашими кто является нашими людьми в будущем когда мы переродимся там родимся в следующих жизнях что он сказал ну я догадливо говорю то что на самом деле было что он им сказал не по словам по делам и узнаете о них то есть полностью биография жизни можно человека узнать только вот так и никак иначе вот и а когда наступят те времена когда можно сказать что приблизится уже царствие божие суд божий что он сказал так же как любое там дерево узнается по плодам то есть пока цветет дерево мы ничего не знаем может пустой цвет будет значит по плодам их узнавать будем по плодам но вы посмотрите вот плод мир глазами детей начиная с 2000 года был проведен дважды фестиваль школьных телестудий созданный телестудий ну кто такая Мария Карпинская там же написано и можно прекрасно прекрасно все ой что это у меня у нас компьютер и можно все прекрасно послушать что люди говорят разные кстати там и Гусева говорит что она моя ученица вот это ученица как ученица и потом посмотреть в интернете дела вот я не считаю ютуба где почти 4000 передач это тоже дела 10 книг написанных которые пока еще не опубликованы проекты сделанные за жизнь я думаю что я сделала столько из своей жизни что этого хватит на тысячелетие люди но видите находятся на протяжении всей моей жизни тут еще случилось одно воровство интересное воруют проекты воруют мои слова пытаются ими говорить воруют все что можно украсть уже если есть материальное воруют материальное если нет материального воруют проекты и пытаются их делать как будто они авторы ну ребята ну вот вам вся наша жизнь весь расклад сами соображайте сами думайте сами выбирайте выбор за вами вот оно все открыто перед вами вот это одно этой передачи я открываю вам все так что дорогие друзья включите свои головки пусть там не вата будет а извилины все таки вытащите когда я говорю вытащите беруши из ушей и давайте внимательно слушать и разбирать и проверяться доверяй но проверяй так что все всего вам доброго до свидания